МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жатва – самая горячая пора на селе. Наличие зерна демонстрирует результаты труда, обеспечивает финансовые показатели хозяйства и заработную плату работников. В сейхозпредприятии «Александрийское» на комбайнах работают очень ответственные люди. И неважно, молодые они или с многолетним опытом. Главное – качество в работе. Не зря многим хлеборобам односельчане доверили представлять их интересы в местных советах депутатов. Уборочная у меня по что-то 46-я. Я уже на комбайне работал с седьмого класса помощником. Ну, а потом получил права тракториста, уже работал сам комбайнером. Ну, и по сегодняшний день. Когда были что-то республиканские дожинки, был и на республиканских, и на областных, и на районных. На всех участвовал. Занимал прозовые места. Местными советами депутатов выбирают людей, которых знает народ. Которые люди пришли с земли и люди работники земли. У нас это наш Мильта Виктор Петрович. Он у нас и наш работник достойный, медалист наш за трудовые заслуги, награждён государственной медалью. И он же у нас и депутат. Ну, и соответственно, конечно, как и по долгу своей службы депутатской, и по своей профессии наш Виктор Петрович участвует в уборке зерновых культур. По сравнению с прошлым годом, в этом году лучше урожай. Озимов больше посеяно. Получается, типа, как сказать, угадали. Озимы тоже они каждый год могут дать урожай. Но в этом году озимы нормальные. Так что должны быть зерном. Это поле озимого ячменя. Он созрел первым из озимых зерновых. Не случайно именно здесь обрядом зажимки дали старт жатвы в Шкловском районе. Вместе с хлеборобами на праздник первого снопа пришли их семьи. К примеру, для Алексея Титова это первая уборочная колоссовых. До этого работал здесь в хозяйстве только на тракторе. И на кормоуборочном комбайне. Зернового не было. Вот это в этом году решил попробовать первый раз в зерноуборочный комбайн. Мы привыкли, что папа с нами всегда. Сейчас он будет рано. Утром ушел, поздно ночью пришел. Ну, режим работы. У шесть уже на мягдворе. Заправились, обслужили комбайн. Ну, к восьми, к девяти на поле. Если погода позволяет, значит, в девять часов уже езжать начинаем. Ну, и идет уборка до десяти, можем до одиннадцать. И опять же, в зависимости от погоды и от культуры убираем. Если вот озимое чистое, можно, конечно, и позже поработать. Ну, и дома, конечно, тыл надежный. Жена, дети помогают. На молот озимого ячменя в этом шкловском хозяйстве начали с 70 центеров с гектара. Но про урожай сельчане будут говорить, когда он попадет в закрома. Мы настраиваем руководителей хозяйств, механизаторов ежедневно контролировать качество уборки. И я думаю, это должно дать результат. Сейчас цена зерна – это золото. Выполним госзаказ, заложим семена, и нам хватит для того, чтобы обеспечить наше животноводство фуражным зерном. Поэтому, еще раз повторяюсь, по нашим расчетам все должно сложиться. Главное сегодня – сработать качественно, сработать дружно, сработать в срок. Уборочная кампания – это своего рода экзамен. А в этом году свои особенности жатвы. Время спрессовано. Аграриям пришлось менять подходы из-за климатических условий. Позже сеяли, позже началась уборочная, на которую накладывается ряд других сельхозработ на земле. Но главное для хлеборобов – работать без потерь. Каждое утро на озерно-сушильных комплексах обновляют информацию по итогам жатвы. По словам хлеборобов, это стимулирует их к более успешной работе. А еще оптимизма прибавляют поздравления с лидерством. Все организовано, как говорится, с колес. Ведь время – деньги. Добавляется настроение к работе. Работал раньше на комбайне, ну а здесь третья уборочная надвозка. Какой режим дня у вас сейчас? Как с темно до темно. В 7 часов уже на работе. И до последнего, пока комбайны не съезжают с поля, чтобы забрать последнее и отвезти на сушилку. Среди наших хлеборобов, механизаторов хлеборобов, комбайнеров, есть экипажи молодежные, есть экипажи семейные. Даже у нас в районе есть экипажи, состоящие из мужа и жены. Мы их всех чествуем, всегда стараемся их поддержать. В горячее время жатвы на зерно-сушильных комплексах всегда нужны дополнительные рабочие руки. Из практики еще советских времен на помощь привлекают школьников и студентов. Все ребята местные. Дети совместно с взрослыми заняты на зернотоке. Занимаются подбортовкой зерна, подметают сток. Ну, как бы это уже прививается любому труду с самого раннего детства. И мы такими вот подходами хочем закрепить молодежь на селе, чтобы они видели результаты своего труда. Конечно, для них разработаны и расценки соответствующие. Они всегда стремятся даже вот попасть на работу, на ток. Учусь в Белорусско-Российском университете в городе Могилеве. Приезжаю летом сюда к бабушке. Ну, решил подзаработать денег. Решил сюда устроиться работать. Ну, сейчас работаем, все отлично. Я на данный момент поступила уже в Минск. В Минский государственный колледж сферы обслуживания. Вообще живу в городе Оршак. К бабушке приезжаю на лето сюда, вот. От друзей узнала, что тут можно подзаработать денежку какую-то, вот, временно поработать. На данный момент мне все нравится, вот. Мы не сильно устаем, все хорошо. Я перешла в 10 класс. Работаю здесь уже я не первый год. У меня брат работал в этом студенческом отряде. Я туда еще была в младших классах. Ну, вот я подросла и пришла. Учитель в старой сельской школе попал сюда. По словам друзей, тут можно было заработать. Я решил заработать, поработать и на благо сельского хозяйства. Дети не сидят в соцсетях целый день, а работают. Есть возможность подработать, помочь своим родителям, которые здесь же трудятся в сельском хозяйстве. Для сельского совета это, прежде всего, воспитание, моральное воспитание нашего подрастающего поколения. Поэтому я считаю, что вот этот труд, да, должен у нас практиковаться повсеместно. На каждом хозяйстве, в каждом районе. На зерно-сушильных комплексах хозяйства Александрийской работают 4 студенческих отряда. Еще один трудится в промышленных садах. Мы ценим труд ребят, а ребята, соответственно, идут к нам на работу. Поэтому в этом году где-то планируем трудоустроить порядка 90 ребят. Может, даже чуть больше. Вот на всех видах сельских работ. В июне они у нас были заняты тоже на прополках, на видовых прополках зерновых культур. Дальше вот это у нас уборка урожая, прополка сада. Ну и на осень, я думаю, будем задействовать их как в сборе яблок, так и в сборе овощей. Не все ребята, которые хотели, попали сюда на работу. Потому что определенное количество только набираемо. Желающих много. Не только дети работников, но и внучата приезжают к своим бабушкам, дедушкам. Тоже наслышаны, что можно принять участие в уборочных работах. Они тоже сюда стремятся. Молва расходится быстро. Все ребята между собой общаются и говорят, что в Александрийском можно заработать в летний период хорошую себе зарплату на свои личные расходы. Поэтому среди учебных заведений у нас уже существует негласная очередь, кто в следующем году придет работать на сушилке к нам в хозяйство. Именно в городских школах. То, что касается наших деревенских школ, наша Александрийская, Старосельская школа, здесь ребята уже записываются на работу, начиная с октября, даже с января месяца. Не ждя уже, когда приходит следующий сезон. Все хотят работать, все хотят заработать, потому что труд каждого мы стараемся оценить по достоинству. И как они работают, соответственно, мы им и платим заработную плату. Поэтому в заработной плате никто ребят никогда не обижает. Заработная плата у них достойная. Так что молодежь старается хорошо себя зарекомендовать, чтобы в следующем сезоне снова здесь поработать. Весь конкурс в этих отрядах – несколько человек на место. На селекторном совещании по видеосвязи со всеми регионами страны президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил, ситуация в мире с продовольствием весьма неопределенная. Если сработаем хорошо, то можем поправить экономику сельского хозяйства. Но зерно экспортировать не будем. Его нужно пропустить через животноводство, получить мясо-молоко и уже эту продукцию продать на международных рынках. Александрийское – передовое хозяйство. На полях выращивают качественное зерно, из него получают качественная корма. Заботиться о сохранности продукции теперь еще помогают видеокамеры. Их устанавливают на всех животноводческих комплексах. Мы можем посмотреть за каждым процессом. Также камеры установлены и в дальнем зале, чтобы видеть, как доярко выполняет технологию машинного доения. Установлены в родильных отделениях, особенно там, где это требуется для принятия растюлов и выполнения новорожденных селятов в первый час жизни. Для любого хозяйства это большое преимущество – установка камер видеонаблюдения, что позволяет оперативно просмотреть соблюдение технологического процесса на любом из производственных наших объектов. Посмотреть, как работают люди, соблюдение режима работы. Конечно, это большой плюс для нас. И также по сохранности наших товаров и сериальных ценностей – это тоже большая привилегия, что мы можем отслеживать в режиме реального времени. У каждого начальника структурного подразделения есть доступ к камерам, на мобильном телефоне по своему участку. В Александрии о технологии выращивания хлеба может рассказать даже детсадовская малышня. И не потому, что ее родители трудятся в сельском хозяйстве. В этом учреждении, которое называется «Дошкольным центром развития ребенка», разработано множество собственных медиапроектов и дидактических игр. К примеру, назови сейхузпрофессию, назови растения и так далее. Вот, допустим, колесо историй. В этой игре ребята узнают последовательность выращивания хлеба. Как появляется хлеб? Что сначала нужно вспахать землю, посеять зерно, смотреть за ним, ухаживать. Для этого нужно солнце, воздух, вода. И потом комбайнеры на комбайне, убирая хлеб, зерно с молочью навезут на мельницу. Пекарь печет каравай. А еще в «Дошкольном центре развития ребенка» агрогородка Александрия есть свой уголок этнографии. Дети изучают символы наших предков в экспозиции «Все о белорусском орнаменте» и в музее национальной игрушки. И это только часть инновационных проектов учреждения. В этой экспозиции собраны игрушки деревянные, стеклянные, глиняные. Игрушки наших дедушек и бабушек, а также современные. Есть здесь игрушки, с которыми играли, как говорится, наши предки. Это пеленалки. Также изготовлены игрушки из соломки, из ткани. Это разнообразная коллекция игрушек, с которыми играют. Сейчас играли раньше и будут играть в будущем. Мы совершенствуемся, не стоим на месте учреждения образования есть, компьютерный кабинет, где детки занимаются. Но это не предел наших возможностей. Мы бы хотели иметь у себя и тренажерный зал для деток, и спортивную площадку, обустроенную на деток, и современное пособие, и, наверное, интерактивное всевозможное пособие. В агрогородке Александрия много гостей не только во время республиканского фестиваля Купалье. Здесь рады туристам в любое время. Наша уже душа, наше сердце. С Александрией нам очень хочется увидеть, что здесь душой почувствовать всю атмосферу, которая вложена белорусскими нашими друзьями. Мы проводим экскурсии для иностранных гостей, для местных своих посетителей. В наших экскурсиях участвуют не только педагоги школы, но и экскурсии проводят наши юные экскурсоводы, ребята, учащиеся в нашей школе. Без развития нет будущего. Поэтому у нас постоянно во всех сферах, и в социальной сфере, и в сельском хозяйстве мы развиваемся, не стоим на месте. Поэтому каждый год у нас появляется что-то новое, много разных проектов. В данном агрогородке очень широко представлена социальная сфера, промышленность, сельское хозяйство, развитое сельское хозяйство, инновационное производство, инновационное дошкольное развитие. Все для населения. Сельхозпредприятие «Александрийское» – это успешная бизнес-модель белорусской деревни в современных условиях, где каждый знает, как нужно работать, чтобы хорошо зарабатывать и достойно жить. Эта модель – ориентир для других сельхозпредприятий. И не случайно агрогородок «Александрия» сейчас в республиканском проекте «Деревня будущего», реализация которого рассчитана до 2025 года. Редактор субтитров А.Семкин